Теперь перейдем к хорошим новостям. Никто из нас не хочет жить в непрощении, правда? Давайте говорить о прощении. Но сначала поговорим о причинах, почему мы препятствуем прощению. Причины, почему мы препятствуем прощению. Первое. Мы чувствуем, что для того, чтобы простить кого-то, нам кажется, что если мы простим кого-то, то ему все сойдет с рук, и человек не получит своего заслуженного наказания. Мы так чувствуем. Второе. Мы думаем, что имеем право не прощать, потому что другой человек поступил неправильно. То есть, нам кажется, что если мы простим человека, то он подумает, что он поступил правильно. То есть, у нас такое, как бы, извращенное чувство справедливости. Мы считаем, что если мы не простим, то таким образом человек заплатит за свой проступок. Another way of saying what we said in number one would be to forgive, we feel like to forgive would be to condone their behavior. Condone. To feel like to forgive would be to excuse their behavior. Еще можно к первому добавить, что нам кажется, что если мы простим, то мы как бы оправдаем неправильное поведение человека по отношению к нам и вообще к другим людям. То есть, человеку покажется, что он что он может дальше так поступать. Number four. Четвертое. We think that if we should we think that we should forgive number four? Is that number three? Can you repeat from the first to the third, because they missed the third point? Первое. Нам кажется, что человеку все сойдет с рук. We have a right because they were wrong. That's number two. Нам кажется, что мы имеем право не прощать, потому что человек неправильно с нами поступил. Number three would be to forgive would be to excuse. Because you said we can add to the first. It's similar to the first. Да, и третье, это то, что он сказал, можно отнести к первому. То есть, что человек подумает, что мы просто, если мы решили не прощать, то мы в любом случае оправдываем его поведение. Четвертое. Нам кажется, что мы можем просить только тогда, когда нас попросят о прощении. Помните, что Иешуа сказал, когда он был на кресте? Прости их, ибо не ведают, что творят. Никто не просил прощения, находясь у креста. Но Иешуа сам просил отца, чтобы он простил их. Поэтому библейское прощение, оно сверхъестественное. И Дух Святой должен помочь нам. Пятое. Мы думаем, что если мы прощаем, нам кажется, что если мы прощаем, то из-за этого они не изменятся и не изменят своё поведение. мы говорим, что мы прощаем, Мы думаем так, что хорошо, мы простим, но вдруг они еще раз так поступят? Если мы так говорим, то, скорее всего, человек действительно еще раз так поступит. И седьмое, тоже похоже на пятый пункт. Я прощу только тогда, когда человек признает, что он совершил что-то неправильное. Есть порой разница, когда человек признает, что он совершил что-то неправильное, или когда человек просит прощения. Я могу, например, сказать жене, можешь простить меня за то, что я кричал на тебя? Она может сказать, скажи, что ты был неправ. А я говорю, да я не был неправ, просто хочу, чтобы ты меня простил из-за этого. А она скажет, ну тогда ты вообще не каешься. Вот так вот мы порой думаем, потому что нам кажется, что если человек не признает, что он совершил неправильный поступок, тогда мы не можем его простить. Когда мы учим людей просить прощения, мы учим, чтобы они действительно признавали, что они были неправы. Но когда мы учим людей прощать других, мы учим их прощать, независимо от того, признает другой человек, что он был неправ или нет. Потому что Бог так прощает нас. Он готов прощать нас. И Он уже приобрел это прощение для нас. Как мы прощаем? Как мы уже сказали, мы должны познать Божье прощение для нас. Мы должны признать, что если Бог простил нас, то мы можем прощать других на основании этого. Мы должны знать, что у нас достаточно Его благодати для прощения. Те люди, которые на самом деле ощущают прощение от Бога, они могут прощать других. Правильно? Те, кто на самом деле признает Божью любовь, милость и благодать, и те, кто ощутили это на себе, они больше способны на то, чтобы давать это другим. Поэтому следующее, что нам стоит делать, это полагаться на Святого Духа. Третье. Мы должны высвободить обидчика, как бы отдать его в руки Божьи. Мы отрекаемся от всякой мести или обиды. Мы отрекаемся от всякой надежды на то, чтобы эти люди были наказаны. Мы отрекаемся от всякого возмещения ущерба, то есть от ожидания возмещения ущерба. Мы, например, мы берем этого человека и доверяем его в руки Божьей. И говорим, Боже, поступи с ними, как ты хочешь. Господь говорит, что от умщения мое. И Господь говорит, что лучше пусть Он как бы высвободит это мщение, чем мы этим будем заниматься. Поэтому мы доверяем этих людей Богу. Четвертое. Мы должны осознать, что обида не может удержать меня от достижения Божьих целей в моей жизни. Иногда мы думаем, что другой человек может вмешаться своей жизнью, говоря какие-то вещи или совершая какие-то поступки, может лгать о нас, или забирая что-то у нас. Но правда в том, что мы находимся в Божьих руках. И ни один человек, ни одна личность не может удержать нас от того, чтобы мы стали в Господе тем, кем Он нас призвал. Иногда мы даже говорим, что я был бы лучшим верующим, если бы не вот этот и этот человек и его поступки по отношению ко мне. Когда мы размышляем над жизнью Иосифа, то напрашивается вопрос, поступили ли его братья с ним неправильно. Вы знаете историю об Иосифе? Читали? Они его ненавидели, отвергли его, хотели убить его, но решили заработать на нем, поэтому продали его. Солгали о нем. И Иосиф, который был в доме отца, теперь был в яме, потом был продан на рабском рынке, стал рабом в доме Патифара, после этого еще и в тюрьму попал. Иосиф мог стать просто злым, раздраженным и огорченным, потому что у него был сон о том, какое будет его будущее. И его братья как бы вмешались в этот процесс. Он мог обвинять их, держать горечь в своем сердце. Но интересно, что, несмотря на то, что сделали его братья в его жизни, Господь исполнил ту судьбу в его жизни, которую приготовил для него. Иногда нам кажется, что люди могут воспрепятствовать нам стать тем, кем мы должны стать в Боге. А что по поводу, например, Давида, перед тем, как он стал царем Израиля? Самуил помазал его на царство. Но прошло 13 лет до того момента, как он стал царем. И все это время Саул преследовал его и хотел убить. Саул лгал о Давиде. Но удержали ли какие-то поступки Саула от того, чтобы Давид стал царем? Нет. Поэтому, независимо от того, что другие люди делают по отношению к вам, если ваше сердце чисто перед Богом, и вы отложили всякую горечь, Бог приведет вас к исполнению вашей судьбы и исполнит свой план вашей жизни. Шестое или пятый? Поехали. Что ты говоришь. Мы должны утвердиться что Римлян 8.28 Нам стоит утвердиться в том, что написано в Римлянам 8.28 Что Бог может даже плохое превратить в хорошее. Что Иосиф сказал его братьям? То, что вы собирались... Ваши злые намерения Господь превратил в добро. Он использовал это на благо. Скорее всего, Иосиф не всегда ощущал это аж до этого момента, пока не стал в то положение, в которое Господь его предназначил. Но в этот период до становления важным человеком, которым Бог его поставил, ему нужно было доверять Богу. И вы также можете доверять Богу. Не важно, кто лжет о вас. Не важно, кто говорит какую-то ложь о вас другим людям. Не важно, кто совершает грехи по отношению к вам. Мне все равно, что у вас кто украл. Несмотря на то, что это все было неправильным по отношению к вам, Господь все равно может взять вашу жизнь и извлечь из этого добро. Нам нужно доверять Богу. Амен. Шестой пункт. Мы должны собственной волей принимать решение прощать. Другими словами, прощение – это необязательно чувство. Если бы это было чувством, скорее всего, мы бы никогда не прощали. Я тебя прощу, когда почувствую, что я тебя прощаю. Скорее всего, никогда не почувствуем. Нам нужно выбрать прощать других. Отличный американский ответ. Окей. Да. Да. Good Russian answer. Окей. Где я? Сбили с толку. Перестаньте говорить по-английски, пожалуйста, с учителем. Мы должны смотреть на людей так, как Бог смотрит на них. Мы должны видеть людей так, как Бог их видит. Подумайте об этом. Как Бог видит других людей? Все мы – часть Его творения. Даже если эти люди не приняли еще спасение, все равно Бог хочет, чтобы они пришли к вере в Ишуа. Правильно? Он хочет, чтобы жизни этих людей изменились и наполнились Духом Святым. Кроме того, Бог видит все, что произошло с ними в жизни. Это не оправдывает их, но Бог знает, почему они стали такими, какие они есть. Что заставило их быть злыми, угрюмыми, эгоистичными. Понимаете? Есть такая фраза в служении освобождения. Обиженные люди всегда будут обижать людей. Бог видит все, что с ними происходило и происходит. Поэтому нам нужно попробовать смотреть на них так, как Бог смотрит на них. Эти люди достойны того, чтобы их ценили, они нуждаются в помощи. Мы должны молиться за них и благословлять их. Наверное, самое сложное, с чего мы можем начать, это простить их. Но что Иешуа сказал, что мы должны делать в отношении тех людей, кто гонят нас и преследует нас? Благословлять их. Если вы хотите, чтобы ваши чувства изменились по отношению к другому человеку, лучшим способом будет являться молиться за них и прощать их, и благословлять их. Это удивительно, как это изменит наши отношения и наши чувства к этим людям. Когда я учился в школе, мы переехали из Канзаса в Даллас. И я пошел в большую школу. Никого там не знал. Я был как бы аутсайдером. И в первые же дни моего пребывания в той школе, один парень решил, что я ему не нравлюсь. Он нашел, где находился мой шкафчик. Но у меня еще не было замка на шкафчике. Я приносил ланч в школу и ложил в шкафчик. И этот парень, он постоянно открывал шкафчик и воровал мои печеньки. Ну, лучше не воровать мои печеньки. Он делал это в течение двух-трех дней. Но однажды я пришел, и он украл весь мой ланч. И он мне не нравился, естественно. Но в то время уже я начал ходить с Господом. И Дух Божий сказал мне, прости его. А я сказал, не хочу. Не чувствую, что я его могу простить. Но на воскресном служении было учение, было слово о том, чтобы молиться и благословлять тех, кто нам не нравится. И я решил попробовать. Я пытался молиться за этого кадра. Боже, благослови его уже. Да помоги же ему. Но чем больше я делал это, тем больше мое отношение менялось. И чтобы долгое не затягивать, мы стали хорошими друзьями. Молитва и благословение других людей меняют наше сердце по отношению к этим людям. Иногда мы должны постоянно благословлять кого-то. Выбирать благословлять другого. То есть, постоянно прощать другого. Это как раз следующий пункт. Иногда приходится постоянно прощать других людей. Или бывает даже случай, когда каждый день нужно прощать кого-то. Когда нам нанесена была какая-то очень глубокая рана, какое-то, может быть, даже насилие было над нами совершено. Мы должны выбрать, привести в согласие наше тело, дух и душу, что мы решаем простить этого человека. И так наступает момент, когда мы намеренно прощаем этого человека. Но на следующий день мы вновь утверждаем это. Иногда нам нужно это постоянно делать. Долгое время. Чтобы наше сердце изменилось и наше отношение изменилось. Следующий пункт. Если мы решаем прощать человека, это еще не значит, что мы восстановим с ним отношения сразу. Потому что, если я кого-то прощаю, это еще не значит, что их сердце изменится. Правильно? Это может произойти. Хорошо, когда это произойдет. Но не удивляйтесь, не шокируйтесь, когда вы прощаете кого-то, а человек не хочет с вами иметь дело. Не удивляйтесь, не шокируйтесь, если вы простили, а человек не имеет позитивного отношения к вам. Вы должны найти покой в отношении того, что вы сделали то, что Бог призвал вас сделать. Следующий пункт. Помните, что даже если вы простили кого-то, это не значит, что вас снова не обидят. Я же тебя уже один раз простил. И мы решаем любить этих людей Божьей любовью. Давайте сейчас сделаем перерыв. Маруша. Субтитры создавал DimaTorzok